Пословицы Здравствуйте! Мы рассмотрим сегодня пословицы в стихотворном переводе Наханани Райхмана. Пословицы международные такие. Он их по-своему переложил, зарифмовал. И, значит, это очень приятно и само по себе для изучения ибрита. Итак, приступаем. Первые пословицы. Бель кирхим нафла махлокет, бельян цурат цисрокет. Между лысыми произошел спор, ссора, спор по поводу формы прически. Вот такой буквальный перевод этого всего. Не стихотворный. У него звучит лучше. Керех – это лысый. Керех во множественном числе керхим. Махлокет – спор. От слова хелек, лахлок – это отделяться, отделять долю, отделяться. В общем, слово хелек и хелек. Значит, половина часть там, а часть здесь. По разные стороны баррикад. Махлокет. Махлокет – спор. С кассиональным словом векуах. Когда мнения разделились. Значит, слово махлокет – это более такое традиционное слово. Что в муде встречается и так далее. Ну, в принципе, как векуах. Векуах – это может быть еще аспект, как бы, полемика, выяснение чего-то. А махлокет – это именно разногласия. Вот так вот. Разница во мнениях махлокет. Тисрокет – это прическа. Слово лисрок – причесывать, чесать, причесывать. Тисрокет – прическа. Следующая пословица. Лучший всего, самый лучший посланец – это твои собственные ноги, условно говоря. Значит, наэман меколь шалиях. Шалиях – посланец, посланник. Тот, кому поручают что-то, посылают с каким-то заданием. Наэман – это верный. В данном случае верно, наиболее надежно, надежнее, чем любой посланец, наэман меколь шалиях, что «этраклеха леатрех» – утрудить свои собственные ноги. Тирха – это хлопоты, труд какой-то, такой хлопотный труд в таком смысле. Литрох – это хлопотать, что-то, значит, такое вот делать. А леатрех – это кого-то утрудить, затруднить, утрудить. В частности, есть такое выражение, такое извинение, слиха аль-атирха. Извините за беспокойство. Слиха аль-атирха. Или, значит, слиха шааним атрех отха. Или отах, или отхэм. Простите, что я вас, значит, загружаю чем-то, озадачиваю. Следующее. «Рак хабур тамид мухан лаалот аль-духан». «Только невежда всегда готов, ничтоже сомняшися, подняться на трибуну». И, значит, произнести речь, толкнуть речь. «Бур» – это невежа. «Мухан», значит, готов. «Духан» – это первоначальное значение, это постамент. Постамент, когда Куаним благословляют в синагоге, говорят «Олимала духан». Некий постамент, некая возвышенность духан. В дальнейшем приобрело значение, к дополнению к этому, приобрело значение «Лоток». То есть, в принципе, на базаре был какой-то постамент, возвышенность, на котором… возвышение, на котором раскладывали товары. В общем, это в итоге стало значить «Лоток». И, значит, в арамейском языке это и магазин «Лавка». И, значит, через арабский язык это проникло в языки тюркских народов. В Средней Азии говорят «Духан». «Духан» – значит, «Лавка». А здесь «Духан» имеется в виду «Трибуна». В современном уже языке в иврите использовали, значит, это слово. Дополнительное значение, значит, по контексту «Трибуна». Итак, «Рак-габур-тамид-мухан, ла-алот-ал-гадухан». Следующая пословица. «Им лиркот эйнхаяхоль, айтик-поц-берош-махоль». Если ты не умеешь танцевать, то, соответственно, и не выпрыгивай вперед, чтобы вести за собой танец. Вот такой смысл. Значит, держись скромнее где-то, ближе к концу. «Лиркот» – танцевать, понятно. «Махоль» – это синоним слова «рикудим-танец». Значит, «Альтик-поц-берош-махоль» – не выпрыгивай, чтобы вести за собой танец. Во главу танца. «Танец» имеется в виду, в данном случае, такой хороводный как бы танец, когда целая вереница идет. То есть, не веди за собой танец. Вот такой смысл. «Махоль» – это обычно именно такие не индивидуальные танцы, а именно такие коллективные. На этом мы закончим сегодня рассмотрение пословиц. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...